Музыка Привет! Привет! Вот я такая растрепыш уже, еду домой. Вот, я решила с вами поделиться вот чем. Все-таки меня так трогает, когда я встречаю хороших людей просто до слез. Я, ну, откровенно говоря, у меня работа довольно поганая. В каком плане? То есть, да, мне, безусловно, приятно. Это там тешит мои амбиции в этой работе. Сошлись и мои какие-то публичные проявления, ораторское мастерство и психологическое образование. То есть, это реально я там, где я должна быть. То есть, то, что я чудесный юрист и переговорщик, это ясно. И я рада, что я этим занимаюсь. Но так выходит, что ты все время имеешь отношение к говну. Вот просто к говнищу. Потому что люди в большинстве случаев приходят к тебе в бедовых ситуациях. Вы должны понять, что к юристу не приходят люди без проблем. Это логично. И поэтому ты периодически, ну, уходишь просто выжатый, как лимон, потому что ты имеешь отношение вот к людям часто в худших проявлениях. Когда там дочка хочет оттяпать что-то у папы, когда муж хочет наколоть жену, когда дети остаются там без глаза и так далее. Очень много чернухи. Вот, например, за последний день, чтобы вы понимали, за последние два дня, значит, ко мне обратились по истории мальчика, которого убила холодильником для пепси-колы. Анжелика мне звонит, у которой ребенок умер. Значит, и вот мы сейчас будем читать медэкспертизу. Вот я ежедневно имею дело с чернухой. И да, сердце как-то костенеет, хотя вот все, что касается смерти детей, это то, что к этому нельзя остаться безучастными. Но я выхожу сейчас к вам с усталым лицом, с ненакрашенным, но с желанием вам все-таки принести свет. Хорошие люди есть. Есть люди со стержнем, есть люди вопреки, есть люди бескорыстные, есть люди, благодаря которым эта жизнь имеет хоть какой-то смысл. И я таких клиентов тоже встречаю. Вот я сегодня имела удовольствие общения с двумя людьми, которые очень достойно в очень стрессовых ситуациях себя ведут. И это очень приятно. И если у вас есть... Протрите камеру. Протерла. Если у вас есть какая-то жизненная сила, воспитание, если вы правильные книжки читали, давайте договоримся не делать дерьма. Вот правда, от этой маленькой договоренности... Вообще, я бы приняла такой закон. Если бы я стала президентом, первое, чтобы я вот просто вот вышла бы и сказала, люди, давайте договоримся не делать дерьма друг другу. Пожалуйста. Мы устроим офшорную зону совести. Такой офшор души. Было бы круто. Потому что, поверьте мне, все попытки друг другу наколоть, это чушь, это всегда заканчивается потерей и проигрышем того человека, который зло инициирует. Всего? Да. Вот. Спасибо, мои родные. Я вас люблю. Спасибо. 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 Продолжение следует...